Здравствуйте, ребята. На прошлом уроке мы с вами познакомились с алгоритмом составления уравнения касательной графику функции в заданной точке. Я хочу поблагодарить тех, кто не стал скрывать свои вопросы, а счел возможным написать или позвонить мне и задать их. Я надеюсь, что мои ответы на ваши вопросы помогли вам разобраться в том материале, который мы с вами сейчас изучаем. А сегодня мы с вами двигаемся немного вперед и на уроке будем обсуждать вопрос, а как связаны характер монотонности и знак производной функции. И в начале нашего урока я предлагаю вам посмотреть небольшой демонстрационный материал. Итак, применение производной, признаки возрастания и убывания функции. На рисунке представлен график возрастающей дифференцируемой функции y равная f от x. Давайте проведем касательную графику функции в какой-либо точке. И сделаем это не один раз. Проведем таких касательных несколько. Что общего у построенных прямых? Ну, я надеюсь, вы заметили, что общее то, что они составляют с осью ОХ с положительным направлением оси АХ острый угол. А это значит, что у всех прямых положительный угловой коэффициент k. Но мы с вами знаем, что угловой коэффициент – это значение производной функции в точке касания. То есть, получается так, что в любой точке области определения заданной функции выполняется неравенство f' от x больше нуля. Давайте рассмотрим убывающую функцию на заданном промежутке. И проведем графику этой функции точно так же несколько касательных. Но мы с вами, используя этот демонстрационный материал, сделаем небольшую корректировку, если это получится сейчас у нас, конечно, удобную для нас. Ну, похоже, что нет. Не получается, ребятки, поэтому будем просто проговаривать. А, вот, есть, отлично. Итак, смотрите, я надеюсь, вы обратили внимание на то, что угол между касательным и положительным направлением оси от x обозначен нам, в общем, непривычный. Он почему-то находится не там, где мы привыкли это делать. Поэтому, ну, разные есть трактовки. Мы будем придерживаться нашей, да, нашей методической трактовки. Мы будем рассматривать угол между касательным и положительным направлением оси от x. То есть не тот угол, который сейчас показан на рисунке, а вот этот. Вот он, угол. И этот угол, как мы с вами понимаем, между касательным и положительным направлением оси от x, он тупой, этот угол. Итак, продолжим. Попробуем провести еще одну касательную в другой точке. И опять мы наблюдаем с вами такую же картину, что угол между положительным направлением оси от x и касательной, он равен тупому углу. Ну, давайте попробуем еще что-нибудь построить. Рассмотрим вот такую, например, ситуацию. Вот они, все касательные, проведенные графику убывающей функции. И в каждом случае, да, в каждом случае у нас с вами получается тупой угол между касательной и положительным направлением оси от x. Будем говорить так, как мы привыкли. Таким образом, мы можем с вами утверждать, что у этих прямых есть тоже нечто общее. Они все наклонены под тупым углом к положительному направлению оси от x. А это значит, что знак производной в этих точках, во всех точках, да, графика этой функции отрицательный. То есть мы можем с вами сказать, что на всем промежутке, о котором шла речь, производная отрицательна, функция была убывающая. То есть просматривается взаимосвязь между двумя этими понятиями. То есть мы сейчас с вами увидели, если функция убывающая, то производная отрицательна. Если функция возрастающая, то производная функция положительна. На самом деле, ребят, этот факт удобнее использовать обратно, потому что обычно, так сказать, этот факт используют для исследования функции на монотонность, то есть часто применяется. И таким образом фраза эта может быть выстроена обратно, в обратную сторону. То есть если производная отрицательна, то функция убывает. Если производная положительна, то функция возрастает. Ну, понятно, что сейчас я это произношу вам не в очень научной трактовке. Я это произношу вам на языке правила, которые мы с вами будем применять для решения различных задач. Вот, и поэтому сейчас мы с вами откроем тетрадочки, запишем сегодняшнее число и запишем тему сегодняшнего урока. Применение производной для исследования функции на монотонность. И те два утверждения, ну, в более корректном виде. У вас сейчас появились на экране две теоремы. Ну, на самом деле эти две теоремы в матанализе формулируются тоже значительно серьезнее. Мы с вами их доказывать сейчас не будем, эти две теоремы. Ну, в общем, мы с вами рассмотрели, ну, такое-то не доказательство, а просто объяснение этого факта, ну, то, что мы называем на пальцах, да, объяснение на пальцах, а уж доказывать эти важные теоремы матанализа вы будете на первом курсе, когда поступите в институт и будете там учиться. Итак, две первые теоремы, которые мы будем применять для исследования функции на монотонность. Если во всех точках открытого промежутка х выполняется неравенство f'x больше или равно нулю, то функция y равная f от х возрастает на промежутке х. И наоборот, если во всех точках открытого промежутка х выполняется неравенство f' от х меньше или равно нуля, то функция y равная f от х убывает на промежутке х. Вот эти две теоремы я прошу вас записать в тетрадь. И далее мы с вами продолжим работу над заданиями. Мы сейчас вместе будем с вами решать различного рода упражнения из нашего учебника, поэтому я очень надеюсь, что у вас готов учебник рядом с вами, да, параграф 44, и я попрошу вас записать в тетрадь сразу те номера, которые мы будем решать. Так, запишите, пожалуйста, номера. И откройте первый номер 4410 в УПБ учебнике, страница 267. Итак, я надеюсь, вы успели записать номера, поэтому переходим к решению. Итак, номер первый 4410 записали. Докажите, что заданная функция возрастает на r. Записываем букву b. Функция задана формулой y равен sinx плюс x куб плюс x. Запятая. Доказать. Что y возрастает на r. Например, коротко можно записать так. Ну и давайте. Мы только что с вами сформулировали две теоремы. Понятно, что для того, чтобы ответить или выполнить это доказательство, мы с вами сейчас должны найти производную функцию. Поэтому ищем производную. Находите, пожалуйста, ее сами. Запишите, что у вас получится. Итак, проверили. cosx плюс 3x квадрат плюс единица. Ну, значит, чтобы доказать, что функция возрастает на всей области определения на своей, потому что r – это, в общем, область определения функции, да, мы должны доказать, что производная у нас положительна при любых значениях x. Ну, давайте рассмотрим слагаемые, которые составляют эту формулу. Ну, что мы можем сказать про значение cos x? Мы знаем, да, что множество значений функции тригонометрической косинус находится в границах от минус 1 до 1. А что мы можем с вами сказать про величину 3x квадрат плюс единица? Можно, конечно, было поговорить отдельно про каждое слагаемое, но я думаю, что вы уже понимаете, что мы можем объединить эти два слагаемых вместе и, в общем, написать, что эта величина больше или равна единице. Так? А это значит, что в сумме эти три слагаемых, да, больше или равны одного. Соответственно, в таком случае значение производной больше или равно нуля. Что это значит? А это значит, что y равное f от x возрастает на r. Что и требовалось доказать. Следующий номер. Номер 15. Итак, находите, пожалуйста, его в своем учебнике. Номер 15. 44.15. Точка b. Вернее, простите, не b, а а. А буквы. Докажите, что заданная функция возрастает на всей числовой прямой. Ну, вся числовая прямая в данном случае для функции, которая нам задана, это ее область определения. Поэтому пишем y равен, записываем 2x куб, плюс 2x квадрат, плюс 11x, минус 35, нам нужно доказать, что функция возрастает на всей числовой прямой. Для того, чтобы это доказать, опять-таки, мы уже знаем, нас интересует производная. Найдите, пожалуйста, производную многочлена. Проверьте. y равен 6x квадрат, плюс 4x, плюс 11. Производная найдена. Значит, для того, чтобы доказать, что функция возрастает на всей числовой прямой, мы с вами предполагаем, что нам нужно доказать, что значение этого квадратного трехчлена не отрицательным. Таким образом, перед нами квадратный трехчлен, как мы понимаем, он может принимать разные значения. Значение квадратного трехчлена. Значение его будет положительно в том случае, если будут выполняться два факта. Какие? Вот чтобы значения квадратного трехчлена были всегда плюс, должны выполняться два факта. Первый факт – это коэффициент старший, то есть коэффициент а, должен быть больше нуля. И второй факт, который должен выполняться – это дискриминант должен быть отрицательным. Поэтому мы сейчас с вами эти два факта и выясним. Первое. Ну, в нашем случае а равняется 6 больше нуля. Находим дискриминант. Посчитали его. В принципе, можно даже не доводить его до конечного результата, потому что, я надеюсь, и так понятно всем, что дискриминант отрицательный. Что это значит для нас? А это значит, что у' больше нуля при всех х. А это значит, что функция у равная f от х возрастает на всей числовой прямой. Следующий номер – 4418. Находите его в учебнике номер 4418. И запишем, что от нас хватит. 4418, буква А. Докажите, что функция убывает. Знаем, что делать. Пишем формулу 4418. Задана функция своей формулой. И нам нужно доказать, что она убывает на заданном промежутке. Открытый луч минус 2 плюс бесконечность. Ну, имеет смысл, наверное, обратить внимание на то, что нам задан открытый луч минус 2 бесконечность. И на этом луче заданная функция определена. Потому что формула функции для нас не совсем безопасная. Дробь присутствует. Имеет смысл всегда задумываться об области определения ее. Но в данном случае задан конкретный промежуток, который совершенно удовлетворяет области определения нашей функции. Поэтому ищем производную. Прошу вас, делайте это самостоятельно. Вспоминаем производная дроби равна дроби. В знаменателе квадрат знаменателя. И вспоминаем правило. Производная числителя. Умножается на знаменатель. И вычитаем числитель, умноженный на производную знаменателя. Вычислите, пожалуйста, производные. Раскройте скобки, приведите подобные. Итак, вы должны получить дробь минус 1 делить на х квадрат плюс 2. На х плюс 2, простите, в квадрате. Итак, получили вот такую дробь. Что про нее можем с уверенностью сказать? Ну, понятно, что она отрицательная при допустимых значениях х. То есть она отрицательна при х, не равных минус 2. Это значит, что функция убывает при всех значениях х, не равных минус 2. А нас спрашивали про промежуток минус 2 плюс бесконечность. Ну, значит, мы прекрасно можем сделать вывод о том, что заданная нам функция у, равная f от х, убывает при х от минус 2 до плюс бесконечности. Доказали. Следующий номер. Следующий номер, четвертый, это номер 4420. Номер 4420. Вопрос звучит следующим образом. Определите промежутки монотонности функции. То есть мы не знаем, как ведет себя функция, на каких промежутках. И нам нужно с вами выяснить, зная, какой формулой функция задана, каков ее характер монотонности на разных промежутках. Ну, то есть фактически, что мы должны сейчас с вами сделать? Мы должны с вами найти производную и сравнить ее с нулем. То есть выяснить, какие значения принимает производная при разных значениях аргумента, да, при разных значениях. Поэтому ищем производную. Y' Находите, пожалуйста, сами производную многочлена. Я надеюсь, что в этом уже ни у кого нет проблем. Если они есть, то это прискорбно. Это значит, вы не занимаетесь. И так, и далее вот найденную производную мы с вами будем сравнивать с нулем. Ну, для того, чтобы это сделать, нам с вами нужно решить, как вы понимаете, квадратное неравенство. Для того, чтобы решить квадратное неравенство, нам нужно найти корни квадратного трехчлена. Поэтому уходим за черту в стороночку и находим корни квадратного трехчлена 3х квадрат плюс 6х минус 45. Пожалуйста, находите корни соответствующего квадратного уравнения. Ну, если вы разделите на 3, то тогда по теореме обратной теоремы Виета вы элементарно находите два значения х минус 5 и 3. И возвращаемся в решение задачи. Значит, мы с вами, да, для решения квадратных неравенств используем часто метод интервалов. Значит, для определения знака производной мы с вами будем применять тот же самый метод интервалов. Будьте внимательны, смотрите, в чем он заключается в данном случае. Ну, ось, да, на которой мы будем выставлять значение х. На оси х мы с вами обозначим, естественно, найденные два числа, минус 5 и 3. Ну, как вы понимаете, что в этих числах произойдет со знаком производной? Ну, она поменяется, правильно? Потому что метод интервалов к этому взывает. Ну, а если знак производной поменяется, то, как вы понимаете, в этих числах поменяется и характер монотонности. Ну, вот давайте посмотрим, как это на нашем чертеже мы с вами сейчас должны отразить. Сверху над осью мы будем с вами подписывать знаки производной. Подписали, у штрих. А снизу оси мы будем с вами стрелочками показывать характер монотонности нашей функции. Поэтому сейчас традиционно мы берем любое число больше х, больше трех, да, любое число из правого промежутка больше трех. И делаем прикидку, что у нас с вами получится, какой знак на правом промежутке. Обращаю ваше внимание, вот эту самую прикидку мы делаем с производной. Мы подставляем число из правого промежутка в производную, а не куда-нибудь в другое место. Итак, знак производной определили. Что получили? Минус. Чередуем знаки. Плюс, минус. Далее, мы определили знаки производной на разных промежутках. Теперь определяем характер монотонности. Мы с вами знаем, если производная отрицательна, то функция убывает. Если производная положительна, то функция возрастает. И если производная отрицательна, то функция убывает. Значит, таким образом мы с вами можем записать грамотный ответ. Итак, ответ. Нас просили определить, на каких промежутках с функцией что происходит. Значит, на луче минус бесконечность минус 5. И на луче 3 плюс бесконечность y, равное f от x, убывает. Итак, на отрезке минус 5, 3, y, равное f от x, возрастает. Обращаю ваше внимание, да, мы включаем концевые точки в промежутке монотонности. Потому что в этих точках функция поменяла характер своей монотонности. Чуть позже мы поговорим с вами о том, как эти точки называются и почему это происходит. Следующий номер. 44, 25. Записываем. 44, 25 находим в учебнике. Определите характер монотонности функции такого вида. 44, 25. У равен корень из х квадрат минус 6х плюс 8. Прежде всего, здесь следует отметить, что для этой функции имеет смысл поговорить о ее области определения. Потому что нам не сказано, на каком промежутке мы должны выяснить характер монотонности этой функции. А это значит, что это наша задача найти тот промежуток, о котором идет речь. Поэтому мы с вами будем определять характер монотонности, то есть как себя ведет функция. Но для этого, так как не задана область определения, то мы ищем естественную область определения для этой функции и записываем ее. Значит, из какого условия мы находим область определения. Перед нами функция корня, значит, под корнем должно находиться неотрицательное число. Опять, да, метод интервалов, квадратное неравенство, решите его, пожалуйста. Найдите желательно ус на корне, сумма 6, произведение 4. Выставите их на координатную ось. Сумма 6, произведение 4, да, 2 и 4. Определили знаки. Взяли нужные. И записали, что областью определения заданной функции являются два промежутка. От минус бесконечности до 2, закрытый луч. И второй закрытый луч от 4 до плюс бесконечности. Значит, вот это те промежутки, на которых мы будем с вами определять характер монотонности нашей функции. Далее четко понимаем, нужна производная. Ищите производную. Перед вами сложная функция. Вспомните, пожалуйста, правила, по которым берется производная сложная функции. Вы сначала должны взять производную основной функции, наружной. Производную корня. Учитывая, что внутренняя функция, в данном случае аргумент наружный. А потом взять производную внутренней функции. И если вы все сделали правильно, проверьте себя, пожалуйста. У вас должно получиться в числителе х минус 3, а в знаменателе корень из х квадрат минус 6х плюс 8. Вот такая перед нами производная. И мы должны с вами определить ее знак. Чтобы определить знак производной, мы с вами можем использовать для решения вот этого неравенства y' больше или меньше нуля, то есть сравниваем производную с нулем, опять метод интервалов. Но метод интервалов мы с вами будем применять, учитывая область определения нашей функции. Или область определения нашей функции. Итак, изображаем опять-таки ось. Находим корни, корни числителя. В данном случае корнем числителя является число 3. И выставляем его на ось. А что мы скажем про знаменатель? Знаменатель всегда принимает положительные значения, естественно, учитывая его область определения. То есть наш знаменатель всегда плюс на своей области определения. Это значит, что если мы возьмем число больше 3, то числитель будет положительный. Делим на плюс, получаем плюс. Если мы берем число слева от тройки, делим на плюс, получаем минус. Но при этом, опять-таки, да, вот эта ситуация справедлива тогда, когда существует знаменатель. А он имеет смысл на промежутках. От 4 до плюс бесконечности. Обратите внимание, четверка выколота, потому что знаменатель. И от 2, и от минус бесконечности до 2. Двойка выколота, потому что знаменатель. Таким образом, да, здесь у нас был плюс, здесь у нас был минус слева от тройки. И что это мы с вами, собственно говоря, рассказывали? Сверху мы рассказывали про знак производной, а снизу, значит, мы теперь таким образом с вами определим, как ведет себя функция. Таким образом смотрим, да, с учетом области определения функции и производной, да, существования производной. У нас получается, что на левом промежутке от минус бесконечности до 2 функция убывает, а на втором промежутке от 4 до плюс бесконечности функция возрастает. Значит, таким образом мы можем написать ответ. На луче минус бесконечность 2 функция у равная f от x убывает, а на луче 4 плюс бесконечность функция у равная f от x возрастает. Следующий номер, я надеюсь, вы написали, да, не совсем видно. Хорошо, все. Итак, следующий номер, и, насколько я понимаю, он у нас последний, да, он у нас последний. Так, это номер 4429, прочитайте, пожалуйста, вопрос. Ну, мы вот с вами сейчас приступаем к выполнению такого задания, которое, наверное, дистанционно, ну, для меня, во всяком случае, представляет наиболее сложности, наибольшие сложности в объяснении, потому что в этом номере 4429, буква В, да, нас просят с вами построить, ну, хоть и схематично, но построить график функции, о которой идет речь. Посмотрите, функция задана формулой. f от x равно x куб плюс 6x квадрат минус 15x плюс 8. Итак, многочлен третьей степени. Мы с вами не знаем, как выглядит график такой функции. И, возможно, впервые в своей жизни мы попытаемся сейчас график этой заданной функции изобразить, потому что, на самом деле, ребят, впереди у нас как раз уроки, на которых мы будем с вами учиться строить графики функции высших степеней. Ну, вот первая наша попытка. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, я предлагаю вам взглянуть на номер, который у вас записан в тетради, мы только что его делали. Это номер 4420. Посмотрите, там была схемка. Мы использовали метод интервалов для определения характера монотонности. Посмотрите, схема ось, стрелочки вверх-вниз, и мы сказали, вот есть такие две точечки 3 и минус 5, в которых характер монотонности меняется. Если вы приглядитесь к стрелочкам, то перед вами фактически уже характер эскиза графика, скажем так. Посмотрите, стрелка вниз, стрелка вверх, стрелка вниз. Хорошо бы еще знать, насколько вниз и насколько вверх, и, в принципе, эскиз графика готов. Так вот, собственно говоря, именно эту задачу нам с вами предстоит выполнить в номере 29. Давайте попробуем уточнить с помощью производной, как будет выглядеть эскиз графика данной функции. Ну, первое, опять, при построении любого графика, если нам не сказано, на каком промежутке мы графики должны построить, мы определяем область определения функции, то есть ее естественная область значений, множество значений. d от f, я надеюсь, вопросов нет, ни у кого, множество всех действительных чисел. Второе, ищем производную. Находите, пожалуйста, производную заданной функции. Проверьте. Понятно, что теперь нам надо сравнить ее с нулем. Для этого, как мы уже с вами понимаем, нам нужно найти корни, поэтому уходим за черту и находим корни квадратного трехчлена. 3х квадрат плюс 12х минус 15. Ну, если мы разделим на 3, то по теореме обратной теоремии Виета, я надеюсь, каждый из вас в состоянии подобрать корни. Нашли. Работаем с координатной прямой. Строим координатную прямую. Подписываем ее, это ось Х. Значит, над осью мы будем рассказывать про знак производный. Под осью мы будем рассказывать про то, как ведет себя функция. Выставляйте, пожалуйста, на ось два значения минус 5 и 1. И расставили знаки. Опять-таки изучаем знаки производной. То есть знаки выражения 3х квадрат плюс 12х минус 15. Справа плюс, дальше минус чередуем и снова плюс. Значит, знак производной ясен. Теперь определяем характер монотонности. На самом левом промежутке производная положительно, значит, функция возрастает. На втором промежутке производная отрицательно функция убывает, и на третьем производная положительно, функция возрастает. Если бы нас просили записать, на каких промежутках это происходит, мы готовы писать уже ответ. Но наша цель, да, смотрим, исследуйте на монотонность и построите ее график. Поэтому мы сейчас напишем с вами, что на двух промежутках минус бесконечность минус 5 и на 1 плюс бесконечность y равная f от x возрастает. И на отрезке минус 5, 1, y равная f от x убывает. То есть первая часть работы выполнена. Теперь переходим к построению графика. Следующий пункт, третий. Ну, как вы понимаете, мы с вами можем уже попытаться приступить к построению этого графика. Поэтому давайте с вами во всяком случае начертим ось. Осьи OX и OY. Итак, оси OX и OY. А потом посмотрим, что нам не хватает вообще для счастья, чтобы этот эскиз был все-таки как-то более правдоподобный. Чертим. Пожалуйста. Итак, начертили ось. Ось OY. Теперь ось. Ось OX. Ось OX. Подписали. Ну, ребятки, не знаю, если сейчас будет скакать, то я просто возьму другой листик. Ну, давайте вот так. Хорошо? Пока так. Ну, итак. Характер монотонности на разных промежутках мы знаем. Скажите мне, пожалуйста, да, что вот сейчас нам необходимо с вами найти? То есть мы знаем, что характер монотонности поменяется в точках минус 5 и единица. Но чтобы эти точки построить, нам недостаточно знать значение абсциссы, значение Х. Нам нужно еще знать и значение У. Поэтому сейчас наша задача найти два значения. У. Так. У от минус 5 и У от единицы. Давайте, вы пока находите, а я возьму другую листочку, потому что тут будет скакать бесконечно все это. Итак, находите значение функции в точке минус 5 и единичка. Минус 5 и единичка. Ничего себе! Ребят! Ребят! Что ж такое происходит? будет. Ну, буду от руки. Так. Ну что, нашли? Итак, у от минус пяти. И у от единицы. От единицы ноль, а от минус пяти, если я не ошибаюсь, что, в общем, тоже возможно, сто восемь. У меня получилось так. Подставили формулу функции. Обратите внимание, мы находим значение функции непроизводной. В данном случае нас интересуют значения функции. Итак, таким образом, поехали. Значит, у нас есть точка один, и мы с вами знаем, что значение функции в точке один это ноль. Мы посчитали. Дальше нас интересовала точка минус пять. Обозначили ее. И мы знаем, что в точке минус пять значение функции сто восемь. Ну, понятно, что ни при каких вообще условиях мы здесь масштаб соблюсти с вами не сможем. Верно? А это значит, что мы сейчас с вами должны сделать следующее. Ну, где-то наверху на оси Y обозначить, грубо говоря, сто восемь. И дальше мы с вами понимаем. Смотрите, вот у нас первая точечка минус пять сто восемь. Мы ее схематично обозначаем. Вот она. Да, это первая точечка. И вторая точечка это один ноль. Это вот те точки, в которых как раз и будет меняться характер монотонности. Верно? А смотрите, далее. Мы с вами понимаем, что на промежутке от минус пяти до одного функция убывает. То есть фактически мы можем с вами провести сейчас вот так вот вниз плавненько, плавненько линию, да, и построить этот кусок графика. Кусок убывающей функции. Убывающий кусок заданной функции. Значит, при этом мы с вами четко можем определить, что график функции пересечет ось OY в определенной точке. Смотрите, точка, лежащая на оси Y, мы помним, X имеет ноль. Значит, если формулу функции мы сейчас подставим вместо X 0, то мы получим с вами, что график функции пересечет ось OY в точке 8. Поэтому мы можем где-то здесь условно написать восьмерочку, да, и поехали. Значит, хочу сказать вам, что графики функций высших степеней, они все имеют не прямые линии, они все плавные. То есть мы с вами строим график, да, вот как параболу когда-то строили плавненько. Итак, ну у меня на чертеже линия почему-то не доходит до точки 0,1, вы сейчас должны график довести вот до точки 0, до точки 1,0, да, смотрите. И далее мы с вами понимаем, что дальше у нас функция после единицы будет возрастать. Насколько она будет возрастать резко? Она будет вот так возрастать или она резко вверх будет возрастать, непонятно. Для того, чтобы, ну, хоть как-то схематично, противодобно это построить, нас интересует с вами значение функции, ну, в какой-то близлежащей точке. Ну, наверное, удобнее всего сосчитать у от 2. Посчитайте, пожалуйста, значение функции в точке 2. Для этого мы с вами уточним, как ведет себя функция справа от точки 1. У в двоечке считаем 8 плюс 24 минус 30 плюс 8. Опять же, да, если я все правильно посчитала, это 10. То есть, если мы берем число равное, абсциссу равную 2, х равное 2, то получается, что вот где-то здесь должна быть точка. И таким образом мы с вами проводим график функция вверх. Да, вот функция на закрытом луче от 1 до плюс 1 возрастает. Нам осталось с вами уточнить поведение функции слева от минус 5. Ну, здесь мы можем взять любое удобное нам число, например, минус 6, подставить формулу и посчитать у от минус 6. Я предлагаю вам сделать это самостоятельно, найти значение функции точки минус 6. Итак, посчитали, взяли минус 6, посчитали, построили точечку и построили график. График функции. Хочу обратить ваше внимание, что график функции пересек ось ОХ в некой точке. Это точка, которую мы привыкли называть корнями. Точки пересечения с осью Х – это нули функции. У нас есть один ноль функции, посмотрите, вот это Х, равное одному, точка лежит прямо на оси, и есть второй ноль функции. Значит, когда мы строим график, конечно, правильнее всего, если есть такая возможность, вот эти самые нули находить и строить их. И поэтому, когда мы с вами уточняли, как ведет себя график слева от числа минус 5, я вам предложила найти значение функции в точке минус 6. Это тоже, в общем, вариант. Вы построили эту точку, уточнили, и здесь все, в общем, правильно. Но, так сказать, все-таки, ну, сказать, с точки зрения математики красивее всего, было найти именно этот самый ноль функции. Значит, давайте посмотрим с вами. Перед нами квадратный трехчлен. Как находятся его корни? У нас формулы нет для этого. Существуют определенные методы и приемы, с помощью которых можно решать такие уравнения и находить его корни. Мы с вами знаем, что можно раскладывать на множители, например, если это получается. Ну, вероятно, если постараться, здесь тоже можно разложить на множители этот кубический многочлен. Я хочу для тех, кому интересно, показать сейчас один прием, которым можно было найти этот самый недостающий ноль функции. Ну, смотрите. У нас с вами, давайте запишем это в тетрадь, был задан многочлен. Выглядел он так. 3х квадрат плюс 12, простите, простите, не то. Был задан многочлен. x куб плюс 6х квадрат минус 15х плюс 8. Мы ведь строили график функции, соответствующей этой формуле. Так вот, нас интересуют, допустим, нули этой функции. Мы должны найти корни соответствующего квадратного уравнения. Смотрите, в процессе построения графика мы с вами нашли, что один корень, то есть, что есть один такой корень, который равен одному. То есть, фактически, если мы решаем вот это уравнение, то в процессе нашего решения мы выяснили, что один из корней x равен одному, потому что y при x равен одному, ноль. Верно? Подставили, посчитали, проверьте. Если вы подставите вместо x единицу, у вас получится ноль. Значит, единица – это корень. Так вот, существует такой прием. Мы можем с вами сейчас данный нам многочлен разделить на выражение x минус 1. Почему? Ну, потому что, допустим, вот этот многочлен можно разложить на множители. И одним из множителей будет являться скобка x минус единица. Чтобы разложить на множители, нам нужно сначала этот многочлен разделить на известный уже нам множитель x минус единица. То есть, я сейчас говорю о делении в столбик. Ну, на самом деле, ребята, мы в девятом классе с вами деление в столбик не проходили. Это разговор наших будущих уроков. Мы обязательно коснемся этой темы. Ну, вот как, например, в данном случае это можно было сделать. Итак, x куб плюс 6x квадрат минус 15x плюс 8 делим в столбик на x минус 1. Для того, чтобы данный нам многочлен третьей степени выразить через произведение x минус единица и еще какого-то многочлена. Значит, чтобы разделить на x минус 1. Деление в столбик выполняется, в общем, по тому же правилу, как делится в столбик натуральные числа. Значит, нам первое, что мы делаем, умножаем на x квадрат. Потому что я сейчас должна вычесть x квадрат. Я хочу избавиться от x квадрата. Поэтому x мне надо домножить на x квадрат. Умножать я буду целиком выражение x минус 1. Получаем x куб минус x квадрат. Это я умножила x минус 1 на x квадрат. Далее стандартно вычитаем. Из x куб вычитаем x куб. Из 6x квадрат вычитаю минус x квадрат. Получаю 7x квадрат. 7x квадрат. Далее приписываем стандартно минус 15x вниз. Спускаем следующее слагаемое. И теперь я опять делю дальше. Чтобы получить 7x квадрат, на что мне надо умножить первое слагаемое вот здесь вот x? Ну, очевидно, что на 7x. Таким образом, на 7x умножаю x минус 2 и вычитаю из того выражения, которое в столбике. То есть вычитаю 7x квадрат минус 7x. Это я умножила x минус 1 на 7x. Вычитаем. Из 7x квадрат вычитаю 7x квадрат, получаю 0. И с минус 15x вычитаю минус 7x, получаю минус 8x. Приписываю вниз следующее слагаемое. И, наконец, понимаю, что мне осталось умножить x минус 1 на минус 8. Значит, минус минус 8x плюс 8. Соответственно, если мы вычтем из выражения себя же, то у нас в результате получается 0. Деление выполнено. Таким образом, посмотрите, левая часть нашего уравнения может быть разложена на множители. x минус 1 умножить на то, что у нас получилось. То есть на x квадрат плюс 7x минус 8. Все это равняется 0. Отсюда, продолжая работать с нашим уравнением, мы с вами понимаем, что вот этот последний квадратный трехчлен в большой скобке тоже может быть разложен на множители. Разложили. А это значит, что наше уравнение примет вот такой вид. Посмотрите, как это отразится на функции. То есть смотрите, мы формулу заданной функции практически с вами сейчас преобразовали вот к такому виду. Посмотрите, и очевидно перед нами корни, нули нашей функции. Итак, первый ноль – это единица. Причем обратите внимание, единица четная. Единица четная, вот это значит, взгляните на слой график, как он у вас выглядит. В единичке функция положительна. Она не поменяла знак функции, она поменяла характер монотонности. И 8 – это тоже, простите, минус 8, да, это тоже ноль функции. Вот здесь плюс у нас везде, минус 8. То есть это значит, что мы можем уточнить сейчас наш график, отметить на оси ОХ точку минус 8, ноль, и через эту точку наш график продолжит свое движение. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели, как влияет знак производный на характер монотонности. Мы сделали первую попытку с вами начертить график в тетради, график функции по заданной формуле с использованием исследования на монотонность с уточнением характерных точек. И далее я прошу вас сейчас выполнить следующую работу. Это мы сделали. Задание для самостоятельной работы. Я попрошу вас в оставшееся время урока в учебнике найти параграф 44 и внимательно прочитать пункт 1. Он непростой такой пунктик, там разобраны различные примеры, там их, по-моему, три. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, вникните в них. Обязательно. Выучите, ну, в общем, понятные нам, я надеюсь, теоремы монотонности. Далее я попрошу вас выполнить устно номера 1, 6 и 7 из параграфа 44 нашего задачника. Записывать ничего не надо, потому что в учебнике, в задачнике приведены картинки и ответы на вопросы по картинкам вы должны дать. И далее в тетрадочке выполнить решение номеров с записью в тетрадь. И перед вами перечислены номера. Я надеюсь, вы справитесь с этими номерами. Если что, опять-таки, звоните, спрашивайте, пишите. Рада буду вам помочь ответить на ваши вопросы. И, наконец, очень важный последний пункт вашего задания. Посмотрите, до 27-го, то есть до понедельника, вы должны прислать мне на почту дистанционную контрольную работу по теме «Производная» и ее геометрический смысл. Текст этой контрольной работы расположен в нашей папочке 10 на Яндекс.Диске. Контрольная работа составлена для двух вариантов. Я попрошу вас вспомнить, кто на каком варианте сидит в кабинете математика 43 и выполнить задание своего варианта. Сфотографировать и прислать мне на почту. Еще раз обращаю ваше внимание на сроки до 27-го, до понедельника. Потому что я в понедельник хочу проанализировать ваши работы, чтобы во вторник как-то их прокомментировать. Итак, сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.